Он полнился народом Божьим, который интересуется, хочет слышать о Нем, Его, Его волю. Но сегодня у нас будет Слово утешения. Я думаю, что мы все нуждаемся в утешении. Потому что мы изо всех сил стараемся идти, стараемся сражаться. И иногда иссякают силы. Иссякает вера. И Господь всегда поддерживает вовремя. И сегодня у нас Слово, которое будет нас поддерживать. Вы знаете, как чудно, что наш Господь открыл Себя нам в именах. Когда мы взглядываемся поглубже в Его имена, мы познаем Бога. Такого, какой Он открылся для этой земли, для нас. Для того, чтобы мы могли на Него надеяться, уповать. Для того, чтобы мы знали, как Он действует. Он о Себе сказал изумительные слова. В Откровении 22, 13 говорится, «Я есть Альфа и Омега». Начало и конец. Первый и последний. Как Он себя нам открыл? Наверное, Вы даже не догадываетесь, сколько заложено в этих утешениях, в этих словах. На чем мы можем с Вами стоять и базировать нашу веру. Он есть Альфа и Омега. Начало и конец. Первый и последний. Он есть Альфа и Омега. Начало и конец. Первый и последний. Я Вам скажу, что еще в другом месте говорится. Что Он есть «Да» и «Аминь». Павел очень интересно говорит. Это Коринфлянам второе послание. Коринфлянам 1, 20. Ибо все обетования Божьи в Нем. Да и в Нем. Аминь. В славу Божью через нас. Вы знаете, какое это чудное слово? Для нас с Вами. Что в Нем всегда все «Да» и «Аминь». Обетование. Сколько мы имеем обетований? Каждый из Вас здесь сидит, имеющий обетование. И Церковь в общем имеет особое обетование. Как помазание Церкви. Но если Он не был бы «Да» и «Аминь». Могли бы Вы уповать на то, что эти обетования исполнятся. Или исполнятся, или нет. Может, Он передумает. Может, что-то изменится, и обстановка поменяется. Правительство сменится. И не состоится. Но мы уповаем на то, что Он «Да» и «Аминь». В Откровении 3.14 говорится. И Ангелу Лаудыкийской Церкви напиши. Так говорит «Аминь». Свидетель верный. И истинный. Начало создания Божьего. Я хочу, чтобы мы улыбились. О чем это говорит для нас? Как Он себя характеризует? Говоря вот таким образом. Вы знаете, что этот смысл можно познавать вечно. Я чувствую, что у Него просто нет конца, у этого смысла. Настолько Он глубок и объемен. Но общее, что Он хочет нам сказать. И что прослеживается во всех Его характеристиках. Какими Он характеризует себя в именах. Это то, что Он сказал и Он же сделал. Что все, что им начало, все им и закончено. Что Он есть Слово Бога. Даже во всех этих характеристиках мы видим, что Он есть Слово Бога. Которое все вышло сказанным. И все завершило. И все завершило. Бог, что сказал, то и сделал. Понимаете? То есть Господь является началом всего. Если всего, что начало быть, значит и обетование тоже. Значит и концом обетования будет Он. У обетования нет другого конца. Понимаете? Кто Его начал, тот Его и закончит. Как нет вне Бога начала, потому что только Он начал. Так же нет и конца вне Его. Я хочу, чтобы мы это поняли. Это очень большое укрепление для нас. Потому что мы все с вами знаем, что Он начало. Но мы с вами забыли, что Он и конец. Поэтому нас постигает иногда сомнение. Поэтому дьявол этим и пользуется, нашей плохой памятью. Но не сказал, я только начало. Для всего, что начало быть. Он не сказал, я только альфа. Для всего, что начало быть. Он не сказал, я только первый. Он сказал, я омега. Я последний. Я конец. Изумительно, Он нам сказал. То есть ничего не может окончиться или завершиться вне Бога. Вне Его Слова. Вне Его существования. Вы понимаете, что нет никакой другой силы, имеющей власть или право на то, чтобы прекратить то, что Бог сказал. То, что начал Господь. Ну, пусть противится. Он не имеет власть. Остановить то обетование, какое Бог сказал, к примеру, нашей Церкви. Даже когда мы видим стена непроходимая. Него не можем и разбить. Бог разобил. Потому что Он сказал уже. И все, что Он делает против того, чтобы исполнилось, не будет иметь успеха. Аминь. Аминь. Не будет иметь успеха. Потому что Бог есть начало и конец. Даже самое сильнейшее противление не имеет силы и власти разрушить то, что Бог начал. Поэтому Бог сказал, что Он поставил Церковь, и врата ада ее не одолеют. That's why God said He placed the church, and the gates of the hell will not overcome Him. Знаете почему? Потому что Он ее создал. Потому что Он сказал, да будет. Вот и все. He said, shall it be. That's it. Церковь имеет конец только Боге. А где конец Боги? В вечности, в славе, в воскресенье. And where is the end in God? It's in glory, in eternity, in resurrection. Противление создает только помехи. Resistance can do only little bit. И закрывает нам глаза. Нам кажется, что это конец. Он создает вид непроходимости. Неисполнение. Зачем мы должны верить этой бутафории? Мы должны видеть то, что не видно. На то нам и вера. И вера наша в Господа. В Бога. Который начало и конец. In God, who is the beginning and the end. Нам надо помнить, что разрушить то, что Бог созидает, не имеет возможности никто. We must remember that no one has authority to destroy what God is building. Человек, имеющий свободную волю. Man who has a free will. Может не дождаться сам. May not wait till the end. Может отказаться сам. May deny by himself. От обитованного. Не захотел. The promise that he was waiting. Вот на это и рассчитывает сатана. And that's what devil comes on. Он и хочет, чтобы вы сами отказались. А иначе зачем его война? He wants you to deny the promise. Otherwise, what he's fighting for? Если он не в состоянии разрушить, значит, он хочет, чтобы ты отказался. Понимаете? If he cannot destroy it, he wants you to deny the promise. Понимаете? Когда они подошли, евреи, к Ерихонской стене, они могли сами сказать, нет, стену нам не разрушить. И повернуться и уйти. When the Israelites came to the wall of Jericho, they could say, we will not destroy the wall of Jericho and go away. Потому что человеческой силой ее было не разрушить. Because they could not destroy it with the strength of man. Но Бог сказал, войдете в Ерихон, значит, войдете. But God said, you will enter Jericho, so you will. Понимаете? На что рассчитывает сатана? Устраивая вам, обкладывая вас стенами Ерихонских. Даже наше отступление не означает несостоятельность Бога исполнить обещанное. Even us, stepping away from the promise, doesn't mean that God cannot fulfill it. Только не дождавшись. Человек может не восхитить. Man may not be able to attain the promise. Верой мы все восхищаем. We attain everything with faith. Поэтому говорится 2 Коримфлянам 1.20. Ибо все, все, обратите внимание. Draw your attention for all. Ибо все обетования Божьи в нем. Да и аминь. Но дальше что сказано? В славу Божью через нас. Не сказано без вас. Через вас. Вы личность, которую избрал Господь. Для того, чтобы совершать вами. Все обетования, какие Он дал. Через нас исполнение. Нашей верой. Больше ничего. Что мы можем больше сделать? Мы можем просто Ему верить. И нашей верой мы восхищаем. Вера в то, что Бог да и Бог аминь. То есть сказал и сделал. Понимаете? Да и аминь. Сказал и сделал. Знаете, как я по-новому услышала, когда Бог сказал, да будет, и земля стала. То есть Он сказал, да и аминь. И все свершилось. Понимаете? Если Он сказал, да будет вам вот это, вот это, вот это. Оно все свершится. Не мешайте Богу. Только для того, чтобы оно стало явным, ваше обетование, надо верить Богу. Все, верить Богу. Не сатане, который показывать не получится. Вы уже утеряли. Вы отошли. Если вы продолжаете верить, вы все восхитите. Просто будьте на стороне Господа, который все совершает. Бог все держит в своих руках. Что у Него невозможно? Все у Бога под контролем. Вы понимаете, вот абсолютно все у Бога под контролем. Вы иногда свидетельствуете, ой, только опаздывал, пришел, автобус стоит, и таков не бывало. Вы иногда свидетельствуете, что я был очень поздно, и паста пришла на время. Но это никогда не произошло. Что там, что Бог не может контролировать? Даже зубная паста на вашей полочке. Даже зубная паста на вашей полочке. Когда она кончается, Бог вам кладет на сердце заранее, когда вы в магазине. Купи, купи. Но если вы не послушались, это уже ваши проблемы. И Бог напоминает you, why a new one, when it's come to your net? But if you didn't listen, it will be your problem. Зло невластно контролировать. Действие Божье. Так же, как оно не может контролировать самого себя. Same as it is not, it's not able to control itself. Но Бог контролирует и самого дьявола. But God controls the devil himself. Он контролирует все. He controls everything. Понимаете, какая прелесть, что все у него в руках. It is such a beauty, that everything is in his hands. Мы поем, все, ты объявил, все, ты объявил. Так верьте в это. We sing in the song, that you covered everything, you hold everything. You just need to believe that. Он настолько контролирует даже противление нам. He even resists, he even controls the resistance against us. Хочется сказать, расслабьтесь. Just need to relax. Пусть противится. Shall he resist? Если Бог за вас, кто против вас? If God is for you, who can be against you? Расслабьтесь, это не значит спите. Молитесь, бодрствуйте. Но верьте. Relax doesn't mean fall asleep, but be watchful, and pray. Do not be nervous. Do not be nervous and worried. This will not happen. This will not come true. This is not faith. Relax means completely trust in him. My eyes see one thing, but my heart believes that it will come true, because God said so. Потому что Бог держит под контролем даже зло. Because God controls even the evil side. И всякому противлению Бог положил предел. And God placed boundaries for any resistance. Он даже предел свой переступить не может. Аллилуйя! The enemy cannot even go outside of his boundaries. Вы знаете, у Иова есть прекрасный пример. 38, 8, 11. And an interesting example in the book of Job, 38, где Бог дал нам понять, навсегда запомнить, что под контролем он держит зло. There God gives us understanding that he controls all the evil. Кто затворил море воротами? Кто затворил море воротами? Мы с вами знаем, что море — это символ дьявола. Когда оно исторгалось, вышло как бы из чрева. Когда я облака сделал одежду его, им глупили нами его. И утвердил ему мое определение. И он сам себе определение утвердил. Бог ему определение утвердил. Когда я решил мой лимит для него. For he did not fix the limit for himself, but God fixed the limit for him. И поставил запоры и ворота. И сказал, до сели дойдешь. This far you may come. Понимаете, до сели дойдешь, значит, что-то разрешено. You see, for this far you can come. So there is something that's allowed to you. И не перейдешь. But no further. И здесь предел надменным волнам твоим. And here your proud waves must stop. У каждого противления есть свой предел. Every resistance has its boundaries. Запомните это. Remember that. Как бы противление вам ни казалось, сильнейшим, есть свой предел. И там сказано, что до сели дойдешь, тебе здесь разрешено. Для того, чтобы испытать нас. Испытать нашу веру. Испытать нашу преданность, нашу любовь. И утвердить нас. На путях Божьих. До сели дойдешь. Дальше не перейдешь. Господь, сотворивший землю. Утвердивший вселенную. Распростерший небеса, как про него говорится. Власти на эти небеса свернуть в свиток. Не сатана это делает. Не сатана это делает. Господь силен. Понимаете? Бог, давший нам жизнь. Кто имеет право забрать жизнь? Господь имеет право забрать жизнь. Не надо бояться ангела смерти. Он же никогда не придет, если Бог не скажет, возьми душу его. Даже если он придет, его так будет стоять. Самоволье проявив. Что надо ему сказать? Отойди от меня, Сатана. В имени Иисуса. А если Господь, ты хочешь, чтобы я ушел? Я в твоей власти. Кого бояться нам надо? Пред кем ходить? Пред нашим Господом. Только обещавший имеет право и силу, и власть отменить. Но на основании нашей неверности только верность Богу совершает. Верность Богу восхищает. Как сказано, в славу Божью через нас. Так как Бог не без нас. А через нас. Все осуществляет. Своей славой. Своей силой. Свои обетования. Свои обетования. Как сказано, Еремия 10, 12. Он сотворил землю силой своей. Утвердил вселенную мудростью своей. И разум своим распростер небеса. Он создал землю по Своему силу. Он создал мир по Своему силу. И он создал от земли по Своему искусству. Кто может это разрушить? Кто? Какая сила? Кто может? Какой силы может? Никакая власть и сила сатаны не в состоянии. Разрушить завет Бога с человеком. Если человек того не пожелает сам. Если он сам не скажет, все, разрушаю всякий завет, я больше не хочу тебя. даже если это сделано в порыве глупости. Господь не слышит. Если кто-то глупо глупости когда-то сказал в отчаянии. Не думайте, что вы погибли. И это Господь не слышал, потому что очень любит. Вот какая ответственность лежит на нас, на людях. чтобы Бог нами совершал обетование. Потому что мы образ и подобие Божьи. К евреям 10, 36, 37 говорится. Терпение нужно вам. Чтобы исполнить волю Божью. Получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, Господь придет и не умедлит. For yet a little while and he is coming will come and he who is coming will come and will not tarry. Придет и не умедлит Господь. Это значит, придет и не умедлит обетование. The Lord will come and not tarry. It means that the promises will come and will not tarry. Господь — это наше обетование. Lord is our promise. Когда Господь приходит, обетование совершается. When God comes, the promises come to truth. Всякое сказанное Богом Слово исполняется когда и аминь. Только терпением закрепленной верой к Богу человек становится участником Божьих творений и Его делом и Собою являет Богом. Своей жизнью являет всемогущество. В Библии мы видим много примеров. Правда же? Но для этого надо свою жизнь просто отдать Ему. Для того, чтобы Он твоей жизнью воспользовался и показал Своё всемогущество. А как показывается Его всемогущество? Когда разрушается всякое человеческое понимание возможного. А как это тяжело! Как это жутко тяжело, когда с человеком такое происходит! В этом состоянии можно сохраниться только верой. Только верой. И так Бог ищет таких. верующих. Не верой ли Моисей явил славу Бога? Вы знаете, он просто дал Богу возможность себя явить. Аврам просто дал Богу возможность себя явить. Так же и Сара. Иначе мы никогда бы не увидели на примерах всемогущество Бога. Правда? Каждого из вас Бог предлагает и призывает «Хотите явить Меня?» А я всемогущий. Как я себя явлю? Но дайте себя. Доверьтесь! И посмотрите! И вы увидите! Но время будет, когда будет казаться Ирихонская стена перед носом. Но будет время когда вы увидите как в Джерико-моле в передо мной. И между да и аминь не бывает же передумал. У Господа не бывает. И между да и аминь все, которые вошли в Писание просто дали себя Богу. Не отдав себя Богу в полное расположение, чтобы Бог располагал нами, то есть в посвящении. Невозможно явить Его всемогущество. Еще хочу показать вам. Еще имена, которые тоже говорят когда и аминь как первый и последний. Он сказал о том, что в нем полна та власть. И Яков очень интересно описывает его. И Джеймс его описывает в очень интересной форме. 4.12 Един законодатель и судья. Могущий спасти и погубить. А ты кто? Человек, который судишь другого, да? Кто ты, чтобы судить другого? Итак, единственный законодатель Он и судья Могущий спасти и погубить. Он как по-вашему ангел-губитель может погубить вас? Выйдите за пределы церкви погубит ангел-губитель. Единственный Бог может погубиться. Если Он скажет ангел-губителю ну извините. А если нет? Никакая власть. Никакое могущество. Волос ваши головы не снимет. Если Бог не повелит. И каждый ропчущий ропчет против Бога. Все, что с нами происходит от Господа. Поэтому славьте Его всегда. Все, что начало быть начало быть на основании закона. Потому что Он законодатель. И Он сказал, что Он начало всего. Значит, все, что начало быть начало быть на основании законов и уставов законодателя и творца. Итак, мои дорогие, закон — начало всего. Всего, что начало быть. Всего. Слышите? И вашего обетования тоже. Потому что на основании закона все начало быть, что начало быть. Закон все созидает. И всю Вселенную, и весь космос, и Солнечную систему. Все миры. Микро, макро. Все мельчайшие частицы. Все элементы. Все под законом. Нарушение закона к чему приводит? К концу. К концу. Приводит к концу бытия того, что нарушено. К концу. К концу. К концу бытия того, что нарушено. Но даже в разрушении есть закон. Закон деградации, распада, разложения — это закон. Нету ничего у Бога вне закона и вне контроля. Видели? There is nothing in God outside of law and outside of His control. Have you seen anything like that? Разрушение закона жизни приводит к концу данной формы жизни. Данной формы жизни. Разрушение закона жизни приводит к концу данной формы жизни. А что такое конец? Это значит приводит к суде. Потому что законодатель и судья — начало и конец. Заметили? Без Бога ничего нет. Никакого конца без Бога нет. Как хотите — крутитесь и вертите. Закон был Богом дан, придешь к суде, который законодатель и будет судить по закону своему. Если закон — это начало, значит, конец — это суд. И если закон — это начало, то конец — это суд. Поэтому и говорится к римлянам 14.10. That's why Romans 14.10 says Все мы предстанем на суд Христов, потому что он Альфа и Омега. Мы должны все stand before the judgment seat of Christ, because he is Альфа и Омега. И Hebrews 9.27. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. And as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. То есть все равно к нему. You'll come to him anyway. Outside of him there is nothing. Если кто-то думает, а, умру, а потом хоть трава не расти. If people think, oh God, and after that, whatever happens, anyway you'll come to him. Законодатель, послушайте внимательно, законодатель, это Альфа. Listen carefully. The lawgiver is the Alpha. А судья это Омега. And the judge is the Omega. Законодатель это Да. The lawgiver is the Yes. А судья это Аминь. Да будет. Законодатель это Первый. А судья это Последний. And the judge is the Last. И все в одном Боге. Един. Все в нем. В ней его ничего нет. Никто его не обойдет. Никто его не обойдет. Первое слово было сказано Богом. Для того, чтобы явилось, помните все, из Библии. И сказал Бог, да будет. И стал свет. И последнее слово также за Господом. Знаете, какое последнее слово в Откровении написано 21.6. And you know what is the last word of God? Revelation 21.6 says. И сказал мне. And he said to me. Свершилось. It is done. Я есть Альфа и Омега. Начало и конец. I am the Alpha and the Omega. The beginning and the end. Жаждущему дам даром. От источника воды живой. I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts. Do you understand? Нет. There is no other authority которая бы посмела сказать свершилось. Which will have right to say it is done. Если кроме Бога кто-то вам сказал свершилось. If anyone except God said to you it is done. Ложь. It is a lie. Никто не имеет на это прав. No one has a right to do that. Только он может сказать. Потому что он дал этому начало. В нем конец. Понимаете? Если вы сами себя определили все и свершилось обетование не исполнится. Глупости. Бог не сказал. Бог не сказал. Значит оно еще в процессе. Means it is still in the process. Тот кто дал ему начало. The one who's given the beginning to it. У того и конец. He holds the end. Поэтому пока Господь не сказал совершилось. So until the God pronounced that's it. It is done. It's not the end. И надо ожидать исполнение обетования. And we need to wait for the fulfillment of the promise. Все что начало быть так же и любое обетование начало быть с момента его провозглашения. Провозгласилось начало быть. It became from the moment of its proclamation. И должно исполниться словом свершилось. And will be fulfilled with the word it is done. Как первое слово за Господом так и последнее слово за Богом. As the first word belongs to God so as the last word belongs to God. Потому что он альфа и омега первый и последний. Потому что он начало и конец. Слово Бога это абсолютная власть. Я хочу чтобы вы утвердились на этом. Никто не может его отменить. Никто не может его разрушить. Потому что он законодатель. он и судья. Он и судья. Никто не может отменить приговор судей. Согласны? Кроме самого судья. Надо только дождаться. Это так тяжело, но надо только дождаться. Надо дождаться верой. Пока тот, кто сказал «Да». Ты будешь, ты будешь, ты будешь. Скажет «Аминь». Получил. Он скажет «Аминь». Стало. Свершилось. Когда оно станет исполненным. Вот тогда свершилось. Когда оно станет исполненным, тогда оно будет закончено. А в процессе человек должен быть только верующим. Но в процессе человек должен остаться верующим. Дайте ему возможность совершить. Дайте ему возможность совершить. Начатое. Дайте возможность. Любой конец в Боге. В Боге завершение обетования. Посмотрите, как интересно. Даже смерть во Христе это совершение обетования. Что нас может напугать? Смерть во Христе это совершение обетования для умершего. Почему? Потому что Он вошел в вечный покой. Он вошел к вечному Богу. В вечную жизнь. к вечному Богу. Он умер? Нет. Он перешел в другую форму существования. Которую воистину можно назвать жизнью. А существование это вот сейчас. И Он это нам обещал. Это Его обещание. Поэтому если ты умер, ты вошел в Его обещание. Для тебя исполнилось обетование. Для тебя обещание Павел объясняет, что обетование Авраама еще в действии еще не свершилось. Смотрите, как интересно. Оно даже после смерти Авраама в действии смерть человека не может изменить сказанного Богом. Смерть Авраама не остановила. Божье обетование не остановило Бог's promise to happen. Так как Бог исполняет обетование. Не человек. Понимаете, что это такое Бог? Он сказал, и никто не имеет власти на земле. И независимо от того, человек умер или нет, продолжение следует. Обетование продолжает исполняться. К евреям написано 11, 39, 40. И все свидетельствованные вере не получили обещанного. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. То есть еще не свершилось, еще не конец спасения. Это обетование еще действий. Пока не прозвучит свершилось. не может быть конец земли. Не может быть конец никому из нас. Церкви не может быть конец. Пока не свершилось. Обетование действует и совершается. Пока тот, который сказал «да», не скажет «аминь». Я хочу, чтобы вы поняли, что ни смерть, ни ад, никакие начала, никакие силы, никто не может отменить то, что Бог сказал про каждого из вас. Я хочу понимать, что ни хрена, ни смерть, ни 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 мощности не прозвучит, что Бог сказал, потому что ни одна из библии не пройдет из библии пока все исполнится. Потому что он сказал «какая уверенность в вас должна явиться?» «каждый имеющий обетование», как написано «ибо какая-какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем». От любви никто не может отлучить от его обетований. Почему? Потому что каждое обетование Бога это любовь к нам. Что нам обещает, что не в любви? Объясните мне. Покажите мне что-нибудь, что он сказал без любви. Любое обетование, данное человеку, это его любовь к человеку. Если он сказал, что «залью на вас Духа святость, что не любовь?» Если он сказал, что «ты будешь пророчествовать, это не любовь?» Если он сказал, что «спасешься ты, весь род твой, это что? Любовь?» Если он сказал, что «ты и все его спасутся, это его любовь». «ви» к нам, так кому мы верим, когда сомнения постигают нас? Мы верим тому, что показывает нам Сатана. То, что бутафория, то, что Бог силен разрушить за три секунды, за секунду, когда только Он скажет «вон убителю», и все, понимаете, от любви никто не может отличить. Его любовь для того, чтобы совершались обетования. Чему вы должны довериться? Любви. Какой любви? Божьей, которая вечна. Даже если мы бываем с вами неверны, любовь Бога, она продолжает действовать. Если мы падаем, если мы отступаем, любовь прекращается? Если мы падаем, если любовь, мы знаем, что у Бога не может прекратиться любовь. Любовь это постоянно действующая сила. Вот довериться надо этой любви. Кто-нибудь может отступить от Божьей любви? Может? Если Бог любит? Кто-нибудь может отменить Божью любовь? Нет такой силы. Нет такой власти. Точно так же, как никто не может отменить Бога. Все завтрашнего дня Бога нет. Потому что ты так сказал, ничего не изменилось. Ничего не может отлучить вас от Его любви. Не надо на свои чувства любви уповать. И верить своим чувствам любви. Надо верить любви Божьей. Его любовь верьте. И Его любовью держитесь. Даже когда у вас охладевает, Его любовь горит. за Его любовь держитесь. Это Его обетование. Как написано. И мы познали любовь, которую имел к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, Бог в нем. И Бог познали любовь и в него веровали. Мы с вами верим в Иисуса Христа. Мы с вами верим в Бога. А в любовь верим. А в любовь верим, я сомневаюсь. Переправьте свои сердца, поверьте в его любовь. потому что я увидела, что многие усомнились. Хорошо что-то она постаралась чтобы усомнились, что исполниться. Это значит усомнились в Божьей любви. Его любовь это крепость. Это то, на чем все основано и держится. Никто не отменил любовь Бога к нам. К нам никто не отменил. На основании чего возникли у нас сомнения? На основании чего кто отменил? Когда вы будете сомневаться в том, что ваше обетование не исполнится, вспомните эти слова, сегодняшний мой вопрос заданный к вам, как Господь задал его ко мне. кто отменил любовь Бога к вам? Есть такая сила. Все. Значит перестанем сомневаться. Всегда помните об этом. Помните о том, что любовь Бога вечна. Помните что любовь Бога вечна. И уверуйте в эту любовь. Любовь к человеку. Любовь Бог давший обетование вечной жизни для народа своего. Даже отдал единородного своего. Почему? Потому что так возлюбил. Никаких других причин у Бога нет. У Него одна причина. Люблю. Почему избрал вот этого на служение? Люблю. Какая другая причина? Почему держу церковь? Люблю. Почему послал сына? Люблю. Почему дал Духа Святого? Люблю. Почему откровение нам дает? Любит. Потому что он любит. Почему пообещал нам много? Потому что много возлюбил. отменит? Нет. Потому что он не отменит свою любовь к нам. Понимаете? А если вы отвернетесь от его любви это вы виноват. Он все равно вас любит даже когда вы повернулись. Когда он нас возлюбил сказано тогда когда мы были святы во грехах. почему сегодня грешники сомневаются? Те кто упал усомнился? Бог тот же и так же любит. Ибо так возлюбил Бог мир что отдал Сына Своего Единородного. Для чего? Для того чтобы никакой грешник не погиб. Для всякий грешник верить дабы всякий верующий в Него не погиб но имел жизнь вечную любовь не отменится. Запомните как формулу она всегда была она всегда есть она всегда будет потому что любовь это сам Бог. и как нет такой власти и силы которая может отменить Бога так нет такой власти и силы которая может отменить любовь. Кому? К нам каждому из вас никогда не отменится любовь. Бог начал Бог закончил а вы только уверуете в Его любовь. Это то послание какое сегодня принесла к вам от Господа которую мы должны укрепиться с вами и когда будет подходить сомнение гнать его в шею говоря никто не отменил Божью любовь ни ко мне ни к детям моим ни к родителям моим ни к мужу моему ни к жене ни к братьям моим ни к сестрам и церковь мою Бог любит. Аминь. Аминь. Слава нашему Господу.